а здрасте всем друзья привет уленьки мы стартуем новое прохождение по 22 ферме я друзья пока еще не знаю в каком формате все это дело будет у нас проходить потому что тут тяжело со стадиями роста разобраться и какие-то планы построить точнее вроде все понятно короче не знаю посмотрим погнали в общем начинать и по ходу пьесы будем разбираться что к чему первое друзья это нужно выбрать карту я очень долго думал на какой карте начинать прохождение кандидатов было два первое это зеленая долина и вторая это вот это вот замечательная карта северно-фристские острова если говорить по-русски в общем то мы пообщались со спонсорами канала и решили что играть будем на этой карте зеленая долина в общем-то мне не сильно зашла я ее посмотрел может быть сделаю обзорчик насколько я понимаю это карта еще не допили на не финальная версия но на 19 ферму это была одна из самых топовых карт из тех что находились бесплатном доступе так что тут в общем то понятно погнали друзья разберемся что за моды у меня здесь стоят и для чего они нужны дабы облегчить вам поиск если вам что-то понадобится то на канале в дискорде есть специальная такая вот у нас графа моды для 22 фермы мы туда скидываем какие-то более-менее адекватные моды там нету никаких мтз шик вы их там не найдете там исключительно всякие полезные скрипты нацеленная на изменение улучшения геймплея игры если же там чего-то нету значит это есть в мод хабе то есть прям из игры это дело можно скачать короче что нам надо и для чего она первая вот эта вот штука она добавляет следы колес от наймитов не знаю зачем но в общем то прикольненько обычно наймиты не оставляют следы на полях если работает курс плей авто драйв и так далее далее авто драйв это в общем то понятно я ничего рассказывать про него не буду вот этот пак это стандартные прицепы с функцией автопогрузки дополнительные какие-то ставить я смысла не вижу единственный мод на технику который есть на трактор это вот такой вот кейс взятый из мод хаба хочется на него посмотреть прикольная в принципе игрушка беспилотный трактор что называется вполне себе прикольно он будет смотреться на курс play если будет кататься по полю и чё там делать далее а вот это вот хреновина разбрызгивает солому и это соответственно является слоем удобрения вот это хреновина позволяет собирать солому с контрактных полей то есть воровать и и я как правило этим не пользуюсь но пускай будет контракт худ полезная штука сверху экрана показывает процент выполнения контрактов не надо постоянно в меню лазить смотреть когда же он падла закончится курс play тут в принципе тоже все понятно на данный момент версия вот такая вроде как он уже обновился посмотрим может быть я когда-нибудь обновлю в общем то штука что для наймитов вот эта хреновина умеет показывать стадию роста растений заходишь на поле и знаешь через сколько дней у тебя будет тот или иной урожай вот эта штука еще с 19 фермы есть показывает в худе полезную всякую информацию типа расхода топлива и так далее вообще-то много разных функций но мне она нужна в частности для того чтобы понимать износ техники вот эти вот два модика они идут с картой пак продукции какая-то техника для карты посмотрим потом не знаю буду ли я заниматься лесом но на всякий случай пак прицепов с автопогрузкой бревен тоже нам понадобится horse helper автовыгул лошадей если вдруг будем заниматься лошадками разумеется выгуливать их я не собираюсь вот это штукенция показывает сверху сообщение которое есть по справке в f1 то есть когда триггер какой-то активируется она выскакивает чтобы не открывать эту самую справку f1 вот этот модик позволяет прям в поле ремонтировать технику в принципе сейчас этим курс play будет заниматься но на всякий случай я это сделала поставил вот эта штука делает большой триггер для появления палетов с медом потому что по дефолту один палет на триггер идет и надо постоянно контролировать и постоянно их оттуда убирать с помощью этой штуки и в принципе может там копиться довольно много но у collision камера это понятно вот эти вот два моды по интера форм и него и place и него и позволяют располагать объекты и делать terraforming даже на некупленной территории вот это хреновина позволяет отключить технику из таба то есть когда у вас много техники можно ее куда-то припарковать нажать на кнопочку включить эту функцию и когда вы будете перемещаться по там по технике она будет ее пропускать чтобы по 500 раз не попадать на нее вот это замечательные пополнялки семян удобрений и прочие вот этой вот жижи или россыпи хотя не знаю сейчас может быть они нам не сильно понадобятся с учетом того что курс play вроде как не умеет ездить пополнять семена но ладно потом посмотрим вот это хреновина позволяет быстро бегать вот это хреновина позволяет поднимать тяжелые поддоны вот эти вот три мода улучшают графику и в общем-то колеса пачкаются красивее в цвет грунта или извести или так далее мне в общем-то комфортнее с этой штукой играть инспектор тоже в принципе понятно сверху в углу экрана показывает кто чем занимается насколько он забит вот эта замечательная тюкалка которая сразу обматывает и с автовыгрузкой на ощупь из 19 фермы в dlc было автопогрузка это скрипт для того чтобы работали те прицепы что вначале показывали блокировка тележки прицепа это для тележек с поворотной осью чтобы можно было заблокировать почему-то с 19 фермы по дефолту эту функцию убрали дополнительные настройки игры это дополнительные настройки игры понятно обновить контракты это позволяет обновлять контракты сразу же и профессиональный выстрел прошут он вообще называется мне кстати не понравился оставим фотомод это для того чтобы делать красивые скриншоте ки на обложке так что вот так вот погнали начинать начинаем друзья как обычно создание своего персонажа тут в общем то у меня все по стандарту мы люди толерантные поэтому поэтому все по стандарту звать нашего персонажа будут иннокентий хотя я сильно сомневаюсь что я в дальнейшем когда-либо буду обращать на это внимание первую очередь друзья давайте еще пробежимся по настройкам автосохранение мы выключаем ускорение времени с этим будем играться в течение всего прохождения экономическую сложность ставим высокую дорожное движение выключаем она мне нахрен не надо по сезонам сезоны мы уже посмотрели в общем-то сезоны нахер отображать определенный месяц поставим июль потому что июль я люблю или июнь даже июня наверное люблю больше потому что когда июнь впереди еще целых два месяца лета прекрасно же снег мы выключаем он у нас не будет идти уничтожение растений включаем регулярную вспашку включаем камни в поле мы выключаем функция абсолютно бесполезная не прикольная мне она короче не нравится нахрен камни и здесь включаем сорняки давайте оставим ладно так уж и быть грязь оставляем среднюю автозапуск двигателя выключен торможение задержкой включаем лимит заполнения прицепа тоже новая довольно таки прикольная функция давайте ее включим расход топлива поставим по умолчанию потому что на повышенном он прям очень много топлива жрет как-то не прикольно единиц измерения понятное дело евро километры цельсия гектары но и тут наверное больше ничего интересного нету но если что вот настройки у меня вот такие приключение на поезда тоже можно выключить дополнительные настройки а это дополнительные настройки то что модовые тут в общем то если вдруг кому интересно то примерно вот так вот она все выглядит с этим понятно управление не интересно в общем то вот такие вот настройки у нас получились далее друзья что за карта во первых я думаю что многие они уже знают многие они слышали то довольно большое количество полей и они довольно таки большие по размеру из того что вот на данный момент плохо на этой карте то что она не переведена на русский язык и она на немецком языке и дополнительные культуры в принципе тоже но мы ладно мы с этим разберемся это для нас не будет большой проблемой разберемся а также карта вся плоская в плане того что на ней нет рельеф вообще есть две версии карты с траншеями и без я поставил без траншей потому что ну зачем эти извращения а также вы видите есть вот эти вот меточки автодрайва все поля тут вся карта подведена она вместе с картой в принципе можете скачать карту автодрайва если будете с официального сайта качать карта тоже на немецком языке но как говорится google в помощь я не думаю что это вызовет сильные проблемы а может быть в скором времени какой-нибудь добрый человек переведет ее на русский язык и тогда мы вообще заживем счастлива вот так же на этой карте что вот с одной стороны большой плюс с одной стороны большой минус хотя наверное это плюс есть вот такие вот территории квадратики их довольно много они есть по всей карте где мы можем что-либо строить то есть это вот такие вот большие территории просто пустые здесь можно и ферму построить какую-то здесь можно заводы какие-то построить здесь все прекрасно и как видите она вся плоская никаких рельефов нету такая для кого-то это может показаться минусом но лично для меня это удобно единство вот дорожки здесь примерно все такие вот довольно узкие и какая-либо большая техника будет иметь некоторые проблемы с тем чтобы нормально добраться до того или иного поля но ладно это мы как-нибудь переживем также друзья как видите на балансе у нас два миллиона сто пятьдесят тысяч эта цифра у нас не случайно этот цифр у нас с прошлой карьеры тот баланс мы тогда все распродали все урожаи в общем-то по легенде заработали денежков и с этими денежками переехали в германию я в общем-то проводил у спонсоров опять-таки опросик мол что делать по сценарию и в общем-то единогласно проголосовали все что мол давай баланс старой карьеры соответственно имея такой баланс мы прибыли на германию и надо начинать что-то делать разумеется для начала друзья мы закупимся техникой и в первую очередь возьмем что-нибудь для уборки что у нас есть по скидону ничего интересного по скидону нету это не очень круто ну да ладно в общем то для начала нужно купить комбайн и имея такой баланс я думаю что плюс 10 поля большие нужно взять что-то прям топовое и я думаю этим топовым станет идеал возьмем вот такой можно было бы взять конечно классовский комбайн дизайн руль серьезно можно поставить не руль а штурвал делал драйв а что там меняется руль просто убирается они вот какие-то эти штуки появляются прикольно никогда не обращал внимание давайте поставим такую штуку почему нет также ставим туда мощную движку чтобы было и в общем-то это чудо за 520 тысяч покупаем также комбайну ясен пить нужно жатка жатку возьмем от кейса она красненького цвета и в принципе будет сочетаться с черным комбайна вполне себе плюс она на колесиках что тоже прекрасно далее друзья нам нужно камень хрень чтобы возить собранный урожай для этого во первых нам нужен прицеп и возьмем мы стандартный для грузовичка вот такой вот прицепчик принять вот эти вот штуки с автопогрузкой прикольно то есть в этом прицепе можно и палета какие-то будут возить с автопогрузкой а также и россыпи всю вот эту вот историю интересную так вот берем в общем то вот такой вот стандартный прицепчик можно поменять ему цвет обода хром серый белый черный возьмем черный тоже это дело покупаем и к нему нужен грузовичок и грузовичком этим разумеется будет ман покрасил он тоже в красный цвет и тоже сделаем черный обод поставим широкие шины еще нет вообще можно всяких классных повыбирать не знаю смысла в этом конечно никакого нету но пускай будут вот такие не давайте поставим континенталь мать его пускай будут вот такие вот шины как раз он по полям будет нормально кататься вот друзья первый пак техники красный даже почти похож друг на друга это тоже прекрасно pb 804 номерные знаки здесь тоже pb 804 здесь pb 804 и на комбайне да отлично они все одинаковые гениальная игра но ладно я в этой играть не сильно хочу поэтому нормально пойдет с помощью этой техники мы можем собирать урожай а также выполнять контрактики на сборку урожая эти мы наверное и будем заниматься обновляем все вот эти вот контракты чтобы сразу было понятно что у нас есть вообще есть два контракта на уборку урожая их принципе можно то и выполнить давай сейчас зарядим ребят чтобы они это делали принимаем оба контракта и вот сверху показана степень их выполнения залазим в наши вот эти вот суперские наши дела давайте автодрайв переместим сюда подцепляем нашу жаточку давай цепляйся ой только не говорим все все нормально я тоже подумал что она не подходит комбайну так нам надо поле номер 42 поэтому давай друг есть на поле номер 42 также вот этого товарища мы тоже сразу же отправляем я надеюсь это дело нормально будет смотреться нормально она будет смотреть слушайте симпатичненькая вполне себе себе мы друг ставим работу с комбайном сразу же отправляем те тоже на поле номер 42 что логично и поедешь ты на хафин разгружаться потому что именно туда контракт говорит съездить разгружаться так что давай погнал работой что же друзья как мы видим техника пошла работать собирается у нас тут овес поле довольно таки большое поэтому убирать они его долго но мы никуда не торопимся пускай убирают также есть еще одно поле которое надо будет убрать погнали друзья дальше тратить наши денежки а я забыл кстати еще знаете что сделать я забыл убрать автодрайву выплату зарплаты потому что это не круто вот теперь денежки не капают и все прекрасно в общем-то эти ребята справятся наверное погнали дальше еще тратить наши денежки смотрите как много в магазине людей которым автор благодарен за помощь в развитии карт насколько я понимаю это именно так работает так вот что нам еще надо купить нам разумеется надо купить какой-нибудь классный трактор и различные прицепные устройства для начала до возьмем вот этого вот автоматизирован трактора мне прям что-то очень хочется посмотреть что это такое прикольная балда такая до 450 лошадок двигателей в принципе сможет тягать прям все так что мы его берем к этому трактору нам во первых нужен какой-нибудь классный культиватор желательно брать чизель чтобы можно было вопрос с пахты решать хотя есть у меня предположение что сделаем и как и прошлые разы всегда делали возьмем два вот таких это намного дешевле и проще чем брать один большой ладно давайте так и сделаем но в любом случае этому трактору нужна сейлка и сейлку друзья на старте мы возьмем вот такую хотя с другой стороны блин очень не хватает некоторых дел сишных из 19 фермы и хоть ты сейчас просто закрывай игру и иди ищи эти сейлки а давайте возьмем такую зато будет одна технология у нас она сажалки носилки везде в общем-то покупаем а также возьмем еще сразу же и сажалку тоже 12 метровую который я принципе ты пользуюсь большинстве своих прохождений вот этого замечательное чудо его мы тоже берем также друзья нужен культиватор и насколько я знаю моего любимого голубенького в этой игре нету да нету 10 метров но вот 12 метров есть вот такой вот выглядит он не очень круто дисковая барана лям кен мне нравилось больше всего вот это 84 метра тоже не круто 12 2 может быть вот эту штуку тогда взять компактом от серьезно вот эта компактная штука типа хотя на самом деле для 15 метров ширины она довольно компактная ладно давайте возьмем туда вот эту в принципе похоже на на то что было у нас раньше она просит шестьсот пятнадцать лошадок не друг не не сегодня не в этой жизни во ростельмаш сама то пойдет сто одна тысяча тоже покупаем так стоит принципе техника у нас есть мы можем сеять можем культивировать можем собирать урожай еще поле в принципе неплохо было бы уметь удобрять да и от сорняков какая-нибудь хреновина и полонник точно я знаете ли сорняками давно не играл поэтому уже забыл что к чему ну полонник берем самый топовый на 15 метров с этим в общем-то понят далее разбрасыватель удобрение разумеется по стандарту берем красный потому что он умеет разбрасывать известь я думаю расширение имеет смысл вам поставить и разбросанные диски тоже имеет смысл поставить эту штуку мы тоже берем а также нужен какой-нибудь опрыскивать не знаю какими удобрениями мы будем пользоваться но гербициды знаете ли от сорняков только вот такой штукой можно давайте вот такую топовую возьмем ее не было в 19 ферме мне нравится симпатичная на 33 метра в общем-то вполне себе что еще нам может понадобиться пока вроде как и ничего у нас на балансе осталось 386 тысяч и неплохо было бы прикупить во-первых какую-нибудь территорию погнали посмотрим как дела у наших товарищей которые работают на поле лишь в теории все должно быть хорошо комбайн требуется разгрузки вот 42 поле вот они стоят комбайн едет по кругу сначала знаете на самом деле вот сколько протестировал вот эту связку автодрайв курс плей в принципе работает довольно таки хорошо давай друг не подведи меня я сейчас зрителям рассказал что вы работаете хорошо а вы сейчас начнете работать плохо и опозорите меня перед моими же зрителями во все подъехал разгрузился там какая-то короля сидит я думаю все они будут хорошо пускай работают этот курс плей жалко не показывает сколько по времени осталось работать такая полезная функция была надеюсь ее добавить в скором времени вот друзья значится нам нужно выбрать территорию вокруг которой мы будем строить ферму и на самом деле у меня никаких мыслей на этот счет нету то даже озеро есть классно так во первых есть вот такая вот площадка около 42 поля которую вот мы сейчас как раз выбираем здесь довольно таки много места к что-то въезд с дороги здесь не вижу а потому что с другой стороны а вот въезд и есть все тут прекрасно то есть ферма можно строить здесь но по крайней мере какие-то гаражи навесы элеватор вопрос на засыпку сколько эта территория стоит она стоит 250 тысяч вполне себе неплохо места там довольно много плюс сразу же вокруг есть такие не самые маленькие поля которые нам правда еще собирать полтора миллиона ох ты ж ежик 2 и 2 миллиона ну такое ладно давайте посмотрим еще вот эту территорию около 37 поля не посмотрим эту территорию здесь находится бга все понятно ладно можно кстати начинать работать на отшибе сразу знаете этот остров в первую очередь выкупить тоже есть и большие маленькие поля и лес тут есть тут в общем то все есть и первая территория тоже 250 тысяч стоит можно будет начать с небольшого поля и потом со временем начинать обрастать с этой стороны мне пока вот этот вариант нравится также можно спуститься на юг карты есть вот здесь вот да кстати 217000 довольно таки большая площадка также вокруг есть поля они поделены на три но можно будет их потом объединить и сделать одно большое поле с фермой посередине правда курсплею не очень это будет нравится работать но можно в общем да ну или же в центре карты по старинке взять сразу же вот около магазина вот эту территорию с полем за 197 тысяч сразу здесь и маленькое поле ну и потом соответственно владение можно будет просто тупо увеличивать знаете что я подумал друзья наверное все таки мы проконсультируемся со спонсорами с товарищами и они выберут какую территорию мы с вами купим пока что друзья у меня в планах я не знаю выйдет ли из этого что-нибудь хорошее или нет но это знаете план план и есть всегда а вот идем ли мы по плану или нет это совсем другой вопрос так вот друзья в общем то чем мы будем заниматься на этой карьере есть у меня мыслишка выполнять абсолютно все контракты по уборке то есть собирать урожай зарабатывать на этом денежки мне почему-то нравится собирать урожай а всякие другие контракты скорее всего мы делать не будем ну вот периодически возможно возможно и не обещают возможно будут различные у нас стримчанские со всякими работами и ну и потихонечку будем вот так чуть сеять на своих полях собирать чужие урожаи и строить заводики заводики теплички животных может быть посмотрим не знаю опять-таки в планах у меня по поводу всего прохождения всегда консультироваться со спонсорами то есть давать им какой-то возможности выбирать что мы будем делать дальше такая вот плюшка интересная также кстати говоря для спонсоров у нас друзья все ролики абсолютно выходят заранее по мере съемки они по расписанию канала поэтому если хотите меня как-то поддержать то ссылка на бусте в описании пишите друзья ваши комментарии что вы думаете по поводу этого прохождения мне прямо интересненько ну и давайте соберем дохренище лайкусиков потому что сейчас мотивации что-то снимать кроме как лайкусики меня нету на этом друзья пока что мы закончим на момент выхода этого ролика вторая серия уже отснято поэтому вот реально дохрена лайков и я прям на следующий день ее же выкачу на этом все всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем покаки